Старое название района Лапшиновка понемногу забывается, однако не совсем старым город прощается так легко. Северная часть города перспективная, здесь будет строиться школа, новые дома, потому вопрос транспорта далеко не последний. Администрация города приняла решение строить новую троллейбусную линию. На текущий момент там есть определенные проблемы с транспортной доступностью, вновь построенные дома, это по улице Пирогова, кварталы профсоюзные, недостаточное обеспечение транспортом на текущий момент. И большая часть, конечно, там это транспорт, это маршрутные такси, то есть льготного транспорта там не хватает. Поэтому в этом году приняли решение построить именно троллейбусную линию в эту часть города, потому что все прекрасно понимаем, это и наши там дети проездные добираются до школы, это и пенсионеры, которым нужен именно льготный транспорт. Ну и традиционно у нас Ленинск-Кузнецкий город с троллейбусами, я всегда сравниваю, это как метро для Москвы, это также для нас троллейбус для нашего города, поэтому в этой части мы будем его развивать, плюс ко всему это экологичный транспорт, нет никакого выхлопа, он всегда работает, он более надежен, чем автобусы. Около 20 миллионов рублей такова цена вопроса решения транспортной проблемы в северной части города. Вдоль сразу нескольких улиц будут установлены опоры освещения и контактной сети троллейбусов. Она пройдет от перекрестка Ленина-Текстильщиков, она пойдет дальше по проспекту Ленина, по проспекту Кольчугинскому, улица Юргинская, улица Пирогова, перевод Кузбасский, улица Топкинская и выйдет она, закольцуется на пересечении Топкинской и проспекта Текстильщиков. До утверждения проекта осталось около двух месяцев, после этого строители приступят к установке опор и монтажу троллейбусной линии. Ольга Зимарина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ